Ох, мы приблизились уже к финальному аккорду нашей встречи сегодняшней Утро на Болткоме. И, как всегда, мы посвящаем эти последние полчаса каким-то культурным интересным событиям и мероприятиям поговорим о рождественских открытках. Сегодня, кстати, ведь день написания писем, а почему бы не приравнять письмо к открытке. Как давно кто-нибудь из нас кому-нибудь отправлял открытку с поздравлениями? Я думаю, что... Я не помню, когда. Я сам себе пару лет назад. Нет, ну наверняка ты просто был где-нибудь за границей, взял, да, просто отправил открытку. А так вот, чтобы... Чтобы была хорошая... Я приезжаю, а у меня открытка. Ну да. А между тем ведь рождественские открытки — это настоящее искусство, и обо всём об этом мы сегодня поговорим с Александрой Чудновской. Здравствуйте, Александра, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Здравствуйте, я всем. Да. И вот я понимаю, что ведь искусство, создание вот какого-то рождественского настроения, каких-то вот этих моментов чуда рождественского, это всё тоже ведь для художников является таким, может быть, озарением. Может быть, здесь есть тоже какие-то свои штампы, может быть, есть какие-то свои уже ходы, которые художники чаще всего используют, потому что мы знаем, что на всех этих обязательно, там, ёлочка, Санта-Клаус, то есть какие-то есть элементы, которые как будто бы напрашиваются для такого рода открыток. Ну, во-первых, я хочу сказать, что если мы сегодня все с вами с утра собирались на работу и смотрели, что у нас происходит на улице, когда выезжали, и обратили внимание на совершенно безумное количество снега. Я, с точки зрения фотохудожника, такая красивая, изумительно белая зима никак иначе ему способствует тому, что, в принципе, можно хватать камеру, идти на улицу и пытаться что-то зафиксировать, снимать уже пейзажи, потому что мы знаем, что такой красивый белый пушистый снег сохраняется, допустим, достаточно недолго для того, чтобы уже получить какую-то основу, какое-то настроение, потому что, конечно, когда столько снега, никак нельзя исключить ощущение того, что праздники приближаются, и вот она настоящая зима, и это обязательно как атрибут новогодней рождественской открытки. Но ещё хотела вот сказать, я вас внимательно услышала в самом начале, что вы спросили, как кто кому открытки, действительно вот такой банальный вопрос, посылаете ли вы, отправляете ли вы своим друзьям и знакомым вообще открытки. Я недавно стала над этим задумываться, особенно когда занялась сейчас вот своим этим новым проектом, потому что в моём окружении вот есть ровно половина, скажем так, знакомых людей, которые по сей день поддерживают эту традицию перед праздниками отправлять новогодние поздравительные открытки. И действительно спрашивают адреса, и это надо купить, пойти в магазин, выбрать ту или иную фотокарточку, положить её в конверт. Более того, мы уже давно, многие из нас вообще забыли, что на конверт нужно наклеить марку, написать адрес. И самое важное, в чём ещё заключается история вот этих поздравительных открыток, одно дело изображение, которое на открытке, а второе дело текст, который мы хотим передать, послание. Ведь идея самой открытки ещё это в том, чтобы что-то сказать хорошее, доброе или приятное тем людям, к которым мы не можем сегодня близко добраться. Ну понятно, что мы живём в цифровой эпоху технологий, когда у нас есть интернет. Но вот, собственно говоря, открытка, она имеет место быть ещё... А с текстом действительно сложно, потому что тут большинство там, поздравляю, с днём рождения, пух! И вот как было в этом мультфильме, и, собственно говоря, и всё, и больше как бы мы даже не знаем. Есть люди, которые ищут, просто могут загуглить в интернете, но ведь это... Не спортивно. Души в этом нет вообще. Нет, нет души, абсолютно. То есть это какой-то стандарт. Понимаете, это немножечко не то. Да, вот мне кажется, что всё-таки поздравительные, рождественские, новогодние вот эти вот открытки. Вообще есть, конечно, и другие тематики, но мы сегодня про Рождество с вами. Всё-таки, если мы посмотрим, это, как правило, что-то более тёплое, что-то более душевное. Обязательно какие-то добрые, милые слова. Или скучаю, или люблю, или до скорой встречи. Всё-таки она должна нести за собой посыл доброты. И параллельно с этим и с изображением, которое тебе напоминает о том человеке, что вот он именно обратился к тебе с тем или иным каким-то образом, с каким-то посылом. Ведь зима и новогодняя тематика на открылках, как-никак, всегда создаёт ощущение, ну, в большинстве своём случаев, тепла, уюта, домашнего такого подготовки, приготовления, подарков. Но ведь, если так логично рассуждать, в своё время, когда-то, вы, скорее скажете, когда это произошло, открытка появилась как короткий вариант письма. Ну, опять же, для экономии времени, места, не знаю чего. Кстати, когда это произошло и по какой причине? И из вашей коллекции самая старая открытка датируется каким годом? Вообще, вообще, открытки как таковые, это середина 19 века. И в нашей коллекции, наверное, самая старинная будет где-то 1800, может быть, 90-е годы как-то. Да, вы понимаете, что это уже большой раритет, это за этим гоняются коллекционеры по всему миру. Да, это уже действительно открытки. Во-первых, ведь в чём история, ещё это вопрос был тиража, это сегодня мы представляем, что если открытку отпечатали, их там 10 тысяч в печати, да, тогда их было, могли печатать, там, несколько сотен, буквально единицы, собственно говоря, вот в том количестве, сколько они существуют, поэтому это такая достаточно большая редкость. Вот, ну, у нас конец 19 века, в нашей семейной коллекции вот эти открытки имеют место быть. И вот они действительно как письмо стали образовываться, на обратной стороне которых писалось обращение. То есть сегодня, ещё раз говорю, у нас сообщение, смс-очки, имейлы, и вообще открытка перешла в формат электронный. Вы совершенно тоже правильно сказали, что сегодня, ну, в принципе, кому не лень, в Гугле можно всё найти, ну, в интернете, скажем так, в соцсетях написать и отправить, да. Да, а тем не менее, вот, естественно, до всех цифровых эпох, да, всё это писалось на бумажных печатях. И даже ещё относительно недавно, я вот помню, ещё в своём детстве присылали открытки. У вас, наверное, тоже многим кому приходили? Конечно, конечно, приходили, и обязательно вот жалко, что эти открытки, в самом деле, пропадают, когда вот уходят из жизни люди, там, ну, вот выбрасывают уже какие-то вот старые ненужные вещи. Вот эти открытки, видимо, массово пропадали. Я просто вспомнил, что в детстве я смотрел, когда фильм «Собака на сене», там была прекрасная сцена, когда Герой Караченцева приходит вот к Диане, и она там даёт понять, что у неё нет времени, и он говорит, «Прошу простить, всего тяжелее, в почтовый день негаданный визит». То есть раньше был почтовый день, то есть он понимает, что у неё она целый день посвящается тому, чтобы написать всем письма, и извиняется, что он ей вот помешал своим негаданным визит. И вот я просто как с течением времени только осознал это, что мы вообще вот как бы теряем, что раньше вот люди насколько, ну, вот уделяли этому очень серьёзное время. Ну, как теряем, жизнь меняется, меняется и темпы, меняются какие-то форматы. А сейчас вот скачал электронную открыточку, рассылкой массово, значит, отметил там, отметить всех, разослать всем, с Новым годом, отправил, всё, голова не болит. Хорошо, можно заморочиться, можно даже самому нарисовать что-то, можно заказать печать, если время есть и деньги. Вот, и можно сходить, кстати, вот сегодня действительно с фотоаппаратом, сфотографировать, а потом в фотошопе сделать, вот написать какую-нибудь там с Рождеством, и фотографию красивую сделать из неё открытой. Но обязательно внизу поставить этот «Рига, запятая 2022», чтобы сохранилось и время, и место, чтобы потом, когда-нибудь лет через 50, через 70, где-то эти все открыточки самодельные всплыли на блошиных рынках, как сейчас мы ходим. И попали в коллекцию как раз-таки. Александр, да. И, может быть, на какую-то выставку. Александра, вы же выставки устраиваете, в том числе открыток. Вот, да, теоретически всё так, как вы сейчас тоже описали. Звучит это довольно весёленько, потому что до того, как я взялась в свой проект «Новогодник и рождественских открыток», мне тоже было ощущение, что, в принципе, достаточно взять телефон, действительно, ну, кто мешает пойти, сфотографировать, потом, там, возможно, как-то это всё обработать, и подписать, отправить, и всё, вот она действительно, и, возможно, лет через 50 где-то эту карточку найдут. Вот, но учитывая, что вообще сегодня фотографируют абсолютно все, да, то всё не совсем всё так легко и просто. Более того, если углубляться уже непосредственно в жанр как таковой открытки, всё-таки у неё есть свои каноны, свои правила, своя постановка, выделение вот этого элемента, основного, который находится, отображается на открытке. Вот, и я действительно сейчас стала заниматься этим вот проектом. для меня это совершенно что-то новое, вот, и я хочу вот попробовать, это мой такой эксперимент, создать свою серию предновогодних рождественских открыток, и очень, конечно, хотелось бы, чтобы лет через 20, через 30 где-то они сохранились, и, возможно, может быть, даже приобрели какую-то свою известность, популярность или стоимость, но об этом мы не знаем, и наперёд мы смотреть не можем, да, будем только в это верить и надеяться. Собственно говоря, поскольку одно из моих таких основных хобби является фотоискусство, а фотоискусство подразумевает за собой то, что помимо того, что вы просто можете сфотографировать или получить снимок, в принципе, вы прибегаете ещё к дополнительной обработке данного снимка, но не фотошопом, как сегодня это модно и принято говорить, а разными другими техниками и методами, основная из которых — это ручная роспись, ручная выкладка каких-то декоративных элементов на изображении. И это тоже не придумано сегодня. Мною мы знаем с исторической точки зрения, что как только появилась фотография, это тоже середина XIX века, практически следом уже лет через 10 фотографу будет интересно начать заниматься ретушью данных снимков и применяя на тот момент допустимые анилиновые краски могли бы, те вещества, которые у них могли быть на то время. И путём таких проб, методов и ошибок действительно начали дописывать и расписывать эти фотографии, после чего они стали приобретать уже не просто эффект снимка, фотоснимка, а такую же живописную маленькую работу. И, конечно, это всё уже технологии идут вперёд, и всё это возможности всё больше сегодня появляются, и тут нету предела фантазий. И, собственно говоря, изучая вот эту всю историческую тематику, вот у меня пришла идея создать такой проект, это совершенно новый, как для меня, и надеюсь, что я порадую гостей, кто будет приходить на выставку, посмотреть на мой взгляд, на мою версию того, как эти открытки выглядят сегодня, но основываясь на, скажем так, исторические факты того, как они выглядели раньше. Ну-ка, 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 какая выставка, где, когда? Вот, значит, рассказываю. В эту пятницу уже выставка у меня откроется в Даугавпилсе, в Музее краеведения и искусства, и будет работать там целый месяц. Я буду очень рада всем, и даже кто из Риги, если поедут в Даугавпилсе, обязательно посетят эту выставку. Мне будет приятно, чтобы потом написали отзывы и рассказали. А в Ригу она потом переедет, чтобы из Даугавпилсе путешествовали в Ригу и обратно? Александр, приедет, приедет. Как знал, как знал. Когда в Риге она будет? В следующем году. В следующем. Хорошо. В следующем году. Александр, а вот скажите, как эволюционировала открытка? Потому что понятно, что ведь это, если мы берем эти сто с лишним лет, ну, наверняка ведь что-то менялось в построении, то есть в настроении. Бесспорно. Меняется, поскольку все, что происходит, как говорится, вокруг нас, оно тоже имеет отражение. Но если мы отходим даже немножечко от самой рождественской, новогодней тематики, то сами по себе открытки, ведь это фотооткрытки, даже в какой-то момент становятся более дорогими и в приоритете, чем просто рисованная открытка. Вообще до начала 20 века все открытки, вообще основная масса их печаталась в Германии. И только после 20-х годов, вот, например, я знаю, что в Латвии уже были такие маленькие подмастерья, где уже была своя миниатюрная, тоже выпускали тиражом художники печать. Вот. По поводу изображений, того, что на них отображалось, совершенно разные темы от совершенно детских, таких наивных образов до, это могли быть известные личности, как мы знаем, киноактеры. Кстати, между прочим, если знаменитость отображалась на открытке, то эта открытка сама по себе сразу имела очень большую ценность, да, то есть тут целая вот будет такая история. Могли быть, соответственно, под все праздники, там, под Пасху, да, это пасхальная тематика, под Рождество, вот. Ну, и со историческими фактами, которые приходили, то есть эпоха арт-деко будет отображать много таких дам красивых с веерами, в нарядах, там будут свои, ёлки тоже, которые, ёлки, которые были рисованы на этих открытках, соответственно, тоже, потому что это у нас сегодня представление о ёлке, что она искусственная, пушистая, и вся такая пышная. В начале 20-го года ёлка была, как мы все знаем, это был такой ствол, и там, ну, скажем так, несколько веточек, да, весьма это выглядело далеко не так, как мы сегодня привыкли. То есть более натурально, скажем так, да? Я бы сказала, это вот такое представление у нас, да, то есть я говорю, вот сама сейчас, поскольку занималась вот этим изучением, они даже не то, что натуральные, но такие вот улы, я бы применила слово лысенькие, лысенькие, вот. Ну, украшенные зато всякими тоже вкусностями, и это всё тоже отображалось, да, соответственно. Ну, потом тематика советского периода будет тоже, да, очень популярна. Это целая эпоха, как раз, которую, я думаю, что многие слушатели, радиослушатели все застали, да, и это было совершенно... Кстати, в советский период приходят очень активно массовые фотооткрытки. Это когда фотографируют новогодние украшения с ёлочкой, вот, с веткой ёлочки, со свечой, и вот все друг к другу покупали в почтовых отделениях и пересылали по почтам прямо вот пачками. Вот. А сегодня, на сегодняшний день всё очень много обращаются к классическим образом ретро. то есть сегодня по-прежнему в трендах изображения вот начала прошлого столетия. И сегодня вот очень популярны вот это вот, как ни странно, вот эти вот какие-то зимние вот пейзажи с этими вот мысами, какими-нибудь ёлочками, довольно-таки сладкие мотивы. Но вот если у нас действительно эта традиция как-то немножко отходит на второй план, то я знаю вот в некоторых странах, возьмём ту же Англию по сей день, где эти открытки продаются, и они продаются. Они у нас, конечно, продаются, но там они уже не по одной штуке, а вот можно обратить внимание там по 10, по 20 в упаковках. Это уже для того, чтобы человек берёт и вот он сразу все вот эти вот карточки выписывает всем своим друзьям. Так что в Европе ещё и вообще в мире эта традиция довольно активно распространена. Ну и тут вспоминаются, конечно, вот эти замечательные советские открытки Владимира Зарубина. Ну всем известны все эти зайчики и прочее, прочее, прочее. Человек, который жизнь положил на то, чтобы рисовать Новый год. За 30 лет его работы было напечатано более полутора миллиарда открыток и конвертов с его рисунками. Открою вам маленький секрет. Сегодня его открытки очень ценятся среди коллекционеров. Несмотря на то, что... Незаслуженно. Очень, 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 да. Наивные, детские, но красивые. А каким образом пополняется ваша коллекция? То есть где-то приходится покупать на аукционах, выискивать у антикваров или, может быть, там люди несут сами? Выискивать. Выискивать. Вы знаете, это такая вещь. Её нельзя, как говорится, запланировать, что вот я сейчас пойду конкретно вот туда и вот сейчас я эту открытку найду. Это действительно вы заходите в антикварные магазины, лавки, или вы гуляете где-то, когда вы путешествуете, или случайно кто-то решил что-то вынести на мусор. Такое тоже бывает. Это нам сегодня кажется, что многие уже, ну как всё, уже ничего эксклюзивного не найти. Это не так. Всегда можно найти. Тот, кто ищет, всегда находит. Вот, приходится копаться вот в этих вот таких стопочках, сидеть, перебирать, изучать, смотреть, обязательно читать, что написано с обратной стороны. Между прочим, обратная сторона очень много что может рассказать. Но от того, где была произведена, в какой год она была произведена, а по маркам вообще можно прочитать даже вот, в принципе, её, где она, куда она пересылалась, как она вообще, её, скажем так, жизнь, активная жизнь. И из этого образовывается тоже её история уже этой открытки. Но это совсем другая история для других коллекционеров. Да, коллекционерство, конечно, это бездомная тема. Можно общаться часами. Сейчас, сегодня, к сожалению, мы таким временем не располагаем. Но мы располагаем несколькими секундами напомнить о выставке. Итак, в Далговпилс, ваша выставка в музее краеведческом истории когда открывается? Сколько продлится? Месяц. Открывается в эту пятницу в три часа дня и продлится до 15 января 2023 года. Пока не приедет в Ригу. Пока не приедет в Ригу, но она приедет, я обещаю. Я вам даже более скажу, что меня уже спрашивают, ну почему вот не как в Риге. Вот так получилось. В следующем году мы будем в Риге. Все привезем, покажем, расскажем. Обязательно будем очень рады видеть всех вас. Я буду очень рада видеть на своей выставке. Фотохудожник, коллекционер Александра Чудновская с нами была на прямой связи. Спасибо огромное вам за такой интересный рассказ, за увлечение. И ждем действительно, конечно, момента, когда сможем посетить выставку рождественских открыток. Спасибо, Александр. С наступающим. Вас также с наступающим.